Приветствую вас, и для начала я бы рекомендовал вам подумать и определить, почему девушка вас бросила. Что заставило ее это сделать, какие обстоятельства повлияли на ее решение, и что ее не устраивало. Потому что только изменив данные элементы, только что-то сделать с ними, вы можете рассчитывать на то, что девушку у вас вернуть получится. И то я бы сказал, что 100% гарантии вам не даст никто. Ну, по крайней мере, я так думаю. Дальше. Следующее, о чем нужно сказать, это то, каким мужчиной вас девушка хотела видеть. То есть вы же расстались с ней не просто так, а, наверное, потому что как-то не удовлетворяли ее потребностям, не удовлетворяли ее желаниям, да. Когда мне, ну, не отвечали ее требованиям, которые у нее были, например, к вам. И из-за этого, собственно, она вас и бросила. Соответственно, нужно понять, определить, можете ли вы стать или быть тем мужчиной, которым она хочет вас видеть, без ошерба себе. То есть без потери своей самобытности, без потери своего я. То есть так, чтобы это не было жертвой для вас. Если да, то постарайтесь это сделать. Настолько, насколько это возможно. Дальше. Вам нужно обязательно занять ту позицию в отношении с девушкой, на данный момент, ту позицию в общении даже с ней, я бы сказал. Которая была бы для нее приемлема. То есть готова ли сейчас девушка с вами общаться? Если да, то как? Что она готова, например, с вами вместе делать, да? То есть готова ли она с вами только общаться? Или может ли она, там, с вами встретиться? Или что-то еще, а чего не может? И вот эту нишу, это положение, эту позицию вам стоит занять, да? То есть общаться с ней так, как ей комфортно и как ей удобно на данный момент. Для чего? Чтобы показать ей свои изменения. Чтобы показать ей, что вы действительно осознали для себя какие-то вещи, что вы действительно поняли, например, в чем были неправы. Чтобы вы дали ей понять, что вы изменились, что вы стали другим тем, каким она хочет вас видеть. И, собственно говоря, тогда вы будете иметь все шансы для того, чтобы вернуть девочку. Но нужно здесь обязательно подчеркнуть, что вообще-то говоря, даже после того всего, что вы сделаете, даже после всего того, что вы предпримите, совершенно никто не сможет гарантировать вам, что девушка будет с вами. Никто не сможет гарантировать на 100% вам то, что таким образом вы ее вернете. И вам необходимо, ну как необходимо, желательно быть готовым к тому, что, возможно, у вас с ней так ничего и не получится. То есть вполне вероятно, что девушка, несмотря на все ваши усилия, не даст вам никакого второго шанса и не позволит вам быть с ней. И в этом случае вам нужно понять для себя главное, почему вы хотите, чтобы она, то есть девушка, была с вами. Для чего вы хотите ее вернуть? И если вы хотите вернуть ее, например, потому что вы любили друг друга, вы хотели быть вместе, у вас все было спланировано, вы строили планы на будущее. И потом, например, вы решили ошибку, или не обязательно вы, и вы расстались по какой-то вот причине. То я думаю, что в этом случае девушку можно вернуть, показав ей, что вообще говоря, причина, по которой вы расстались, ну, не является сколько-нибудь, там, уважительной, да, для того, чтобы из-за этого расставаться, например. То есть вот есть такая вот возможность. Но, важно понимать, что если вы хотите вернуть девушку не поэтому, например, а потому что, допустим, вам нужно ее вернуть для себя, то есть вот вами движут ваши собственные желания, собственные стремления, цели и мотивы, то здесь можно говорить о восприятии девушки как средства для достижения своих, опять-таки, целей. То есть девушка как инструмент продвижения ваших интересов. Я надеюсь, вы понимаете, что в этом случае вы стараетесь не сколько и не столько вернуть девушку, например, сколько, чтобы получить для себя. И если это так, то хорошего в этом для вас нет ничего. Потому что вы ставите себя, во-первых, в зависимое положение от самой девушки. Все ваши изменения, если они будут, они будут, к сожалению, ради девушки. Не ради вас, например, а ради девушки. И это большая проблема лично для вас, потому что вы окажетесь зависимым от нее. И если вы окажетесь зависимым от нее, то вы перестанете быть собой, к сожалению. Вы будете как бы стараться для достижения своих целей, для удовлетворения своих потребностей. Вы будете стараться ее вернуть. К хорошему ничему это приводить не будет. И в итоге либо девушка вас окончательно оттолкнет от себя, либо вы будете все больше и больше, например, унижаться, чтобы быть с ней. И при любом раскладе в этой ситуации вы останетесь в прогрессе, к сожалению. И вот чтобы этого не было у вас, чтобы вы все-таки были свободны, я рекомендую вам на это обратить внимание. Я рекомендую вам отделить или, по крайней мере, постараться отделить свои личные интересы, которые у вас есть. И, значит, собственно говоря, то, что вы хотите реализовать именно непосредственно с девушкой. Потому что, как я уже сказал, и я надеюсь, вы меня услышали и поняли, в первом случае, если вы пытаетесь восстановить то, что по ошибке было разрушено, имеет смысл все, что вы делаете, но делать вам это нужно для себя. А в втором случае, как правильно вам указал эксперт, вы будете только жить не своей жизнью, все больше и больше унижаясь перед ней и теряя свою ценность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо вам за просмотр! Спасибо. Продолжение следует...